Всем привет! Как уменьшить бедра? Кому уменьшить, кому увеличить? Кто-то всегда говорит, что это генетика, и мои бедра, они такие, они мне передались от мамы, и это у нас в роду. И открою вам секрет, обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте мне лайк. А секрет в том, что можно всегда ссылаться на генетику. И действительно, женский таз, он чуть-чуть шире, чем мужской, потому что мужчинам не рожать, вы сами должны это понимать. Но основная ширина-то в чем? Это угол между тазовой костью и бедром. Вот этот угол, угол Ку, он так называется. И наш связочный аппарат, он, конечно же, мягче, потому что определенный массивент, кости таза должны разойтись, чтобы пропустить ребенка и потом сойтись. Поэтому, в зависимости от нашего строения, таз может немножко гулять. Но мы можем ему помочь с помощью определенных упражнений, укрепить наши бедра и, соответственно, присобрать его и уменьшить. Ну что, начинаем вы вместе со мной до конца сделать все упражнения. Первое – это наклон на одной ноге. Мы с вами делаем по пять упражнений. Важно сгибаться вот здесь, между тазом и нашими бедрами. Если вы теряете опору, придерживайтесь за стул, за стену. Руки вытягиваем вперед, сохраняя нашу осанку. Поехали. Назад. Это раз. Носок стремится вниз, пятка тянется вверх. Хорошо. Два. Вся стопа касается поверхности пола. Мы с вами тремя точками опоры стопы давим в пол. Основание большого пальца, мизинец и пятка. Еще два раза. Четыре. Отлично. И пять. Когда вы находитесь на одной ноге, вы прекрасно прорабатываете свои бедра. Еще пять повторений. Другая нога. У нас же их две. Раз. Снова. Если вы теряете равновесие, придерживайтесь за стену и работайте даже без рук. Руки удлиняют нагрузку, да, рычаг увеличивается. Хорошо. Не разворачивайте таз наружу, ваш таз смотрит вниз. Четыре. Супер. Молодцы. Еще один раз. И пять. И очень важная хитрость во всех упражнениях давить стопой в пол на подъеме. Бедра будут ох, как ощущаться. Мы делаем с вами выпад. И за счет оптимальной работы наших суставов, нашим мышцам бедер приходится подключаться в движении. И мы тем самым их прорабатываем. Мы уходим вниз в выпад. Не обязательно касаться коленом пола. Выпад квадратный, 90 градусов. И за счет давления впереди стоящей ноги мы приподнимаемся вверх и отводим колено наружу. Старайтесь колено опорной ноги оставить мягким, не блокируя его. Снова вниз. Стопой надавили. И подъем наружу. Хорошо. Еще вниз. Пять повторений помним. Наружу. Хорошо. Снова вниз. Подъем наружу. Еще один раз. Вниз. Подъем наружу. Хорошо. Отличная механика таза. Это всегда подтянутые бедра. Еще пять повторений. Другая нога. Вниз. Опа. Наружу. Снова вниз. Стопой надавили. Наружу. Еще вниз. Стопой надавили. Наружу. Вниз. Стопой надавили. Наружу. Если ваше колено заваливается внутрь, значит это повод поработать с нашими бедрами и ягодицами. Вниз и наружу. Отлично. Третье упражнение это выпад в сторону. Мы будем руки вытягивать вперед для равновесия. Уходить тазом назад и грудной клеткой ни в коем случае не лежать на бедрах. Пять раз влево-вправо. Макушкой вверх. Шагнули. И теперь стопой надавили в пол. Оттолкнулись. Вернулись. Еще четыре в сторону. Колено по направлению большого пальца стопы. Таз на уровне колена. Одна ось. Оттолкнулись. Вернулись. Снова назад. Оттолкнулись. Вернулись. Таз тянется назад. Четыре. Вернулись. И пять. Вернулись. Хорошо. Еще пять повторений в другую сторону. Поехали. Назад. Макушкой вверх. Не забываем. Вернулись. Снова назад. Оттолкнулись. Вернулись. Еще. Назад. Оттолкнулись. Вернулись. Отлично. Назад. Оттолкнулись. Вернулись. Еще один. Назад. Оттолкнулись. вернулись супер теперь 80 процентов шага мы проводим на одной ноге поэтому наши бедра наши ягодицы прекрасно прорабатываются в позиции на одной ноге что мы с вами делаем снова 5 левая 5 правая мы приподнимаем одну ногу не заваливаемся на бедро здесь как раз таки наши бедра наши мышцы окружающие бедер работают и выпрямляем ногу перед собой как будто бы мы хотим дверь толкнуть но не отклониться назад насколько вы подняли ногу когда вы выпрямляете колено ваша задача не ронять колено вниз поэтому приподнимайте ногу настолько насколько вам сейчас доступно пять раз и поехали хоп поставили хорошо стопа у вас три точки опоры вспомните про них колено опорной ноги можно чуть сгибать еще два хоп супер есть молодцы еще пять другая нога хоп отлично два молодцы улыбаться не забываем лайки себе и мне ставим 3 4 5 ух справились ну что и последнее упражнение но очень веселые мы будем создавать себе дисбаланс тем самым большое количество мышц даже мелких стабилизаторов будут подключаться в работу вы встаете на одну ногу можно ногу держать вторую на весу можно ее оставить касаться пальчиками вы начнете руками размахивать вправо влево и ваш таз не будет гулять ваши бедра максимально стабильны мы будем с вами по пять раз каждую сторону размахивать и пытаться выбить себя из равновесия наши мышцы будут стараться себя стабилизировать готовы и поехали раз два три четыре пять отлично другая нога все то же самое раз два три четыре пять супер ну как ваши бедра почувствовали если вам этого недостаточно вы на самом деле можете повторить два раза даже эти упражнения и каждый раз вы будете еще больше понимать больше осознавать где что работает и где что двигается но если все-таки что-то не получается надо понимать что это просто упражнение но полноценная тренировка вот именно она хорошо прорабатывает ваши бедра ваши ягодицы и в принципе все ваше тело поэтому присоединяемся к моим тренировкам на абонементе ссылка в описании